Варсистема видеопомощи арбитрам занимает все большее место в мировом футболе. Все крупные турниры проходят с ее использованием. Чемпионаты мира и Европы, Лига чемпионов, Лига Европы, внутренние чемпионаты стран и в том числе чемпионат России. Чемпионаты мира и Европы, Лига Европы, внутренние чемпионаты мира и Европы, внутренние чемпионаты мира и Европы. И для нас, что для нас судей, что мы знаем, что стараемся иметь правильное решение. Поэтому я считаю, что в целом это спокойнее для всех. Возможно, я единственный менеджер в Европе, у которого был собственный опыт работы с ВАР. Я завершил карьеру совсем недавно и много работал с системой. У меня есть опыт, и я хочу им поделиться. Конечно, ВАР — это отличное нововведение, но нам надо много работать, чтобы научиться использовать его как надо. Сейчас в межсезонье подготовку к второй половине проходят не только команды, но и судьи, у которых свои сборы в Сочи. В первую очередь они направлены именно на тренировку работы с ВАР. Для арбитров знакомство с системой продолжается, так как появилась она всего три года назад. Инициатива ВАР родилась в Голландии в начале 2010-х. Но только в 2016 году FIFA обратила внимание на эту систему. Использование видеоассистента в тестовом режиме началось на небольших турнирах, вроде Клубного чемпионата мира и Кубка конфедераций. Первый просмотр ВАРа случился в полуфинале чемпионата мира среди клубов. На 33-й минуте матча между Атлетико Национал из Колумбии и Касима Анклерс из Японии судей Виктор Кашай увидел на повторе фулл в штрафной колумбийцев. В сезоне 17-18 ВАР использовали уже в чемпионатах Германии и Италии. Первые опыты обнажили множество проблем. Нечеткость протокола, отсутствие химии между главным и ВАР, длинные паузы в игре. Однако уже по ходу сезона судей Бундеслиги и серии А показывали прогресс. Систему видеопомощи признали перспективной. Игра стала быстрее и за многими вещами довольно сложно уследить. Поэтому сейчас для того, чтобы игра стала чище и справедливее, настало время прибегать к видеопомощи. Ну а после чемпионата мира в России футбольная общественность окончательно приняла лозунг. За ВАРом будущее! До начала чемпионата мира было очень много разговоров о ВАР. Постоянно обсуждали что-то касательно турниров FIFA, UEFA, говорили про внутренние чемпионаты разных стран, где мы вводили системы. Негатив был. Но нужно понимать, ВАР не значит, что все будет идеально. Все равно какие-то неточности, неправильные интерпретации, даже ошибки могут быть. От этого никто не застрахован. Но, как вы видите, мы достигли показателя в 99% верных решений. Это достижение. В Россию ВАР пришел весной прошлого года. Первые решения арбитров с помощью видеоповторов были приняты в полуфиналах Кубка России. Уже в первом матче с ВАР Алексей Яськов пересмотрел желтую карточку Петруса Бумаля и удалил игрока с поля. Всего же в четырех полуфиналах пять эпизодов были определены с ВАР. Понравилось или нет? Не понравилось или не понравилось. Я не знаю, если назначить, наверное, потому что что-то было. Значит, это справедливо. То, что мы говорили до игры, ну, что с ВАРом больше справедливости. Думаю, будет. Ну, должно быть. Наличие ВАР в чемпионате России было неизбежно. Хотя в 2019 году у системы все еще были свои критики. Люди, занимающиеся ВАР, понимают, что ускорять процесс действительно нужно. Поэтому просят арбитров как можно быстрее принимать решения. Поэтому, конечно же, вот переход с одной камеры на другую, потом возврат к этой камере, соответственно, не требуется. По крайней мере, еще раз давайте посмотрим. Вот здесь у нас сейчас момент произошел. Сразу же начинается проверка. Шикарный ракурс. Все, здесь можно дальше уже не крутить. То есть, хорошо, для успокоения какой-то еще ракурс один. Но не требуется столько много времени для того, чтобы эту ситуацию проверить. Жизнь с ВАР в РПЛ началась в третьем туре чемпионата России. В матче между Локомотивом и ЦСКА рейфери Владислав Безбородов посмотрел два эпизода. Сначала судья пересмотрел игру рукой Дмитрия Живоглядова, а затем назначил пенальти в ворота Локомотива за фул Мурила на Федора Чалове. Пенальти, да. Вот видишь, и сейчас реакция болельщиков. ВАР все-таки вещь. Вещь. Вернули игру. Премьер-лига, как и принято в России, успела достаточно позаигрывать с ВАРом. И эта интрига в отношениях была необходима. Но все же пора вступать в долгие законные отношения. Для арбитров есть три вида лицензий. Первая в качестве судьи, вторая в качестве ВАР, третья в качестве АВАР. Для ассистентов судьи, для того, чтобы работать на матчах с использованием видеоарбитров, имеется в качестве ассистентов судьи на поле, да, для них специальной лицензии не нужно. Но, тем не менее, процесс обучения и приобретение навыков тоже этому уделяем мы огромное внимание. В первой части чемпионата ВАР работал только на двух матчах тура РПЛ, хотя технически готовы были все стадионы. Проблема была в ресурсах. Не было достаточного количества готовых арбитров. Ведь без специальной лицензии работать с этой системой нельзя. Причем ее необходимо получать всем судьям, даже тем, кто работает в поле. В среднем подготовка одного судьи или одного ассистента занимает порядка шести месяцев каждого. Но, естественно, есть люди, которые более, скажем так, склонны в плане своих качеств ухватить идею и пройти все обучение успешно поменьше, там, за 4-5 месяцев. Например, у нас первая группа, которая сейчас работает на матчах чемпионата России. Я имею в виду судьи и видеоассистенты. Это средний уровень, достаточно их высок в плане компетенции. Они, соответственно, где-то за 4-5 месяцев получили возможность лицензироваться. Это долгая процедура. Есть четкие указания, сколько арбитр должен обучаться работе с ВАР. Чтобы получить лицензию, нужно провести определенное количество занятий и отработать на определенном количестве матчей. Многие думают, что ВАР — это очень просто, и что система тут же решит все проблемы, но на самом деле это сложно. Нужно организовать все технически и обучить достаточное количество людей. Поэтому мы и работаем с утра и до вечера на наших сборах. Подготовка включает в себя несколько этапов. Первый — тренажер. Основная задача при этом — научиться коммуникации между ВАР и АВАР. Дальше судьи приступают к работе в поле. Сначала это моделирование ситуации, потом работа на матчах. Также процесс подготовки включает так называемые офлайн-матчи, когда ВАР и АВАР работают, но у них нет связи с главным арбитром. Причем в качестве площадок может быть выбрана любая игра, на которой достаточное количество камер. Начиная от юношеской футбольной лиги и заканчивая РПЛ. Все хорошо, спасибо. Те люди, кто думают, что во время игры за мониторами ребята сидят расслабленно, и момент случается один за 90 минут — совершенно не так. Там колоссальная концентрация, внимание. Постоянно что-то происходит в игре, постоянно они какие-то моменты проверяют. Постоянно им судья что-то объясняет. Они очень часто вступают в коммуникацию. Стоп-игра, идет проверка, ребят. На возможное назначение один-симетровый удар. Вот эта камера информативная очень. Леха, посмотри даже, Алексей, смотри. Толчок руками, он говорит, что это не впечатляет, что нарушает мяч. Смотри, я там делал отметку по ходу вне игры, но это не вне игры, потому что это нет вне игры. Это нет вне игры. Там уж мяч не дошел. Мяч не дошел, но нарушение здесь. Он говорит, что это не я. Твоё мнение. Моё мнение, у меня зовут толкни. Да, толкни. Всё, я его зову. А сайт не проверяем, да? А сайт мы не проверяем, мяч не дошел. Женя, как меня слышно? Женя. Жень, проверка завершена. Рекомендую пройти к монитору для пересмотра момента на назначение пенальти. Показываем, кто-то когда. Главный документ системы – протокол ВАР, составленный Международным Советом Футбольных Ассоциаций. Он четко описывает регламент, в каких ситуациях можно пользоваться видеопомощью, как это должно происходить, когда рефери должен отправляться к экрану, а когда достаточно рекомендаций ВАР. Когда мы сюда собирались, когда были приглашены на этот сбор, нам рекомендовали учить и протокол ВАР, еще раз правила игры, формулировки правил. И когда сюда приехали, уже начали заниматься в этом проекте, мы понимали, что знание протокола всех ситуаций – это очень реально помогает. Протокол нужно знать на 100%. Нельзя допускать ошибок при работе с ВАР. Если арбитр делает что-то вне протокола, это проблема. Протокол ВАР предусматривает 4 пункта, в которых видеоассистент может вмешиваться и рекомендовать главному арбитру изменить свое решение. Во-первых, пересматриваются все взятия ворот на предмет нарушения в атаке. Во-вторых, все ситуации, связанные с назначением пенальти. В-третьих, эпизоды, когда может быть показана красная карточка. Причем, что важно, прямая красная, а не вторая желтая. В-четвертых, арбитр может прибегнуть к ВАР, чтобы посмотреть, какой именно игрок нарушил правила, если на поле была допущена ошибка. Ребята, которые сидят у мониторов, они проверяют, вернее, они должны вынести неправильное решение, какое, в принципе, каждый может подумать в этой ситуации, что должно случиться, а именно оценить, насколько решение судьи было очевидно ошибочным, явно ошибочным. И только в этом случае они могут куда-то вмешиваться. Задача видеоассистента, основная задача заключается в том, чтобы определить, является ли решение судьи явной и очевидной ошибкой. Если момент пограничный, то решение судьи остается в силе. Один из людей, отвечающих за развитие ВАР в мире, Роберто Розетти, когда-то работавший в России, а сейчас помогающий судьям привыкнуть к системе. Для этого он проводит с нашими арбитрами специальные семинары. Такие вещи, как вбрасывание на значение у Глобова вне контроля ВАР, это не входит в протокол. В нем только четыре пункта. Проверяются все голы, было ли нарушение, оффсайт, покинули ли мяч в пределах поля. Проверяются пенальти, возможные красные карточки. Все остальное не входит в протокол, и это запрещено проверять и просматривать. Каждый из пунктов содержит конкретные уточнения, какие именно игровые эпизоды можно рассматривать. Это касается, например, игры рукой в атаке, возможного выхода мяча за пределы поля, правильность исполнения пенальти и так далее. Назад вот так, да? Леха. Вышел мяч, да? Решение гол, да, Алексей? Решение? Нет, нет, решение удар от ворота. Удар от ворота? Они назначили удар от ворота. Решение оставляем. Это все хорошо. В просмотровой комнате должны находиться минимум три человека. Это ВАР, его ассистент, которого называют АВАР, и реплей-оператор. Он выдает на судейские мониторы нужные повторы. В зависимости от бюджета и задач человек может быть больше. Например, несколько ассистентов и несколько операторов. Так иногда делает ФИФА. Но, как правило, это три человека, которые помогают более качественно работать в бригаде. Видеоассистенту необходима подстраховка. Представьте, что произошел спорный момент, его сразу начинают отсматривать. Но игра продолжается, и в этот момент ассистент ВАР следит за ходом матча. И если что-то еще случилось, он этого не пропустит. Спорные ситуации происходят часто, и один человек просто не успел бы за всем уследить. Один из главных вопросов, почему когда-то судья отправляется сам смотреть повтор, а когда-то принимает решение на основании подсказки ВАР. В данном случае все решения можно поделить на две группы. Фактически и по интерпретации. В первом случае самому судье не требуется подходить к монитору. Это касается таких ситуаций, как кафсайт, определение футболиста, нарушившего правила, или место нарушения. На линии, линию у нас штрафная, иначе пенальти. Правильно? Линия, это часть штрафной площади. Женя, проверка завершена. Рекомендую назначить 11-метровый удар. Нарушение было в штрафной площади. В случае, когда необходима интерпретация главного арбитра, например, был фолл или нет, нужно ли давать красную карточку, ему рекомендуют пройти к монитору и посмотреть повтор. Также это касается некоторых ситуаций с офсайдом, когда положение игрока не вызывает вопросов, то есть находится он в положении вне игры, но нужно принять решение, принимал ли он участие в эпизоде. Возможно, падение, возможно, падение. До конца не видел. 20-й номер, возможно, держал руками. Проверьте. Нарушение идет до того, как человек находится вне игры. Хорошо, еще ракурс. Два ракурса этих, да? Окей, назначаю 11-метровый удар, выношу дисциплинарную санкцию в виде желтой карточки игроку в синем. Также в протоколе подробно описаны ситуации, когда надо отменять карточку, а когда нет, если вар через паузу назначил, например, пенальти. Представим ситуацию. Был фолл в штрафной, но судья его не фиксирует. После этого другая команда атакует и происходит нарушение, за которое арбитр дает карточку. Если судья после видеопросмотра назначает пенальти в предыдущей фазе игры, то карточка отменяется только в двух случаях. Если это было предупреждение за срыв перспективной атаки или за лишение явной возможности забить. Если карточку показали за неспортивное поведение, то она остается в силе. Яркий пример – матч Реал-ПСЖ, где Куртуа нарушил правила в своей штрафной и получил красную карточку за лишение явной возможности забить. Но вар сообщил, что до этого было нарушение со стороны парижан в центре поля. После видеопросмотра был назначен штрафной в пользу Реала, а красную карточку в ротарю, как и пенальти, отменили. Основной из всех этапов подготовки – работа со смоделированными ситуациями. Для этого приглашают футболистов, которых просят изобразить разные игровые моменты. Арбитр должен принять решение и в случае необходимости посмотреть видеоповтор. Моменты могут быть абсолютно разными. Иногда нужно разобраться, был ли офсайт, иногда покинул ли мяч в пределы поля. Смотрите, подстраивайтесь под подающим, под разыгрывающим. Как только мяч налет, сразу толчочек. Роба, даешь на дальнюю? На дальнюю, ребят, на эту пару даешь. Видите, инструктор дает задание игрокам, что нужно сделать. Видите, происходит какое-то падение, судья принимает решение, что нарушения нет, продолжить игру. Мяч выходит из игры, идет проверка. Любое падение в штрафной площади, оно все равно должно проверяться видеоассистентами. В данном случае, то, что я видел сейчас отсюда, с этой позиции, скорее всего, судья принял верное решение и не допустил никакой очевидной ошибки. Мы, когда в марте прошлого года первая группа арбитров, допущенная, теперь уже до работы свар, отрабатывали примерно все то же самое, что сейчас происходит для следующей группы, было очень в новинку, в диковинку, что судья, кроме того, что он общался с коммуникационной системой, с помощниками на предмет каких-либо эпизодов в игре, теперь должен каждое свое действие подробно, два-три слова, но описывать ситуации в штрафной площади, куда попал мяч, чем сыграл защитник рукой, ногой, был ли контакт в корпусе, в ногах, для того, чтобы эта основополагающая информация вставила фундаментом для проверки вар на предмет правильности или неправильности решения. Падение в штрафной номер 20. Дозначаю 11-метровый удар, выношу желтую карточку за неспортивное поведение. Хорошо. Играть. Гол. Игрок не касался. Номер 4 не касался. Работа всех судей подверглась небольшим изменениям в связи с введением в арб. Главным арбитрам рекомендуется как можно чаще комментировать, что они видят на поле. Ассистенты тоже получили дополнительные указания. Позже поднимать флаг при определении офсайда и дать команде довести атаку до конца. Если ассистент мгновенно поднимет флаг и рефери даст всток до того, как будет забит мяч, вар не может ничего сделать. Поэтому сейчас, если ситуация спорная, судьям стоит немного подождать, поднять флаг позже, свистнуть позже, чтобы у команды была возможность довести атаку до конца. А потом уже в случае ошибки вар вмешался. Надо сказать, что на вар тоже большое давление. Раньше, если арбитр в поле допускал ошибку, все понимали, он тоже человек и не всегда работает идеально. Тем более, у суди всегда два глаза и лишь одна позиция на поле. А сейчас, когда есть больше десяти камер и возможность рассмотреть все ракурсы, пропускать ничего нельзя. В плане давления это нечто новое для судейства. Такого быть не должно. Да, какой-то осадочек внутри остается, что вот, я сходил к монитору, изменил решение, что в принципе это уже какой-то недочет в своей работе есть. Должны мы над этим сами работать, ментально, психологически, чтобы это не выбивало из колеи, что игра продолжается дальше. Так же, как и без системы вар, в принципе, судьи где-то могут осознавать, понимать, что где-то они ошиблись. Это не значит, что нужно дальше, а постоянно об этом помнить, наоборот. И на сборах, и старшие товарищи нам все время об этом напоминают, что ошибку надо забыть моментально, если вдруг она, к счастью, случилась. Поход к монитору, если случился, все, он случился. Дальше не менее важная часть матча продолжается, и судья должен так же качественно работать. Семинары с Роберто Розетти, сборы в Сочи. Все это проводится для обучения арбитров и развития системы вар в России. Но у каждого есть своя личная цель. Если арбитры и видеоассистенты будут качественно работать, каждый в своей роли на матчах национального чемпионата, это увеличивает больше шансы быть востребованным на международной арене, в частности в УЕФА. А для любого суди, для любого видеоассистента карьерный рост, он очень важен. Дебют российских арбитров в качестве видеоассистентов состоялся в четвертом туре этой лиги чемпионов, когда Авар был назначен Виталий Мешков. Он помогал немцу Бастиану Данкерту, а в поле работала бригада Сергея Карасева. В таком же сочетании арбитры были назначены на пятый тур. А уже в шестом состоялось знаковое событие. Все судьи были из России. Когда я был действующим судьей, у меня было много возможностей посетить Россию, и мне всегда нравилось приезжать сюда. Так что, когда я получил это приглашение, я был счастлив. И мне понравилось, как тут все устроено. Я позитивно настроен, и я буду работать, чтобы мы развивались. В результате сборов и занятий количество арбитров с лицензией ВАР увеличивается. Это позволит во второй части чемпионата все матчи тура проводить с видеоассистентами. Стадионы оборудованы, подготовка заканчивается. Теперь пора в бой. С точки зрения судьи в поле, как лично свой опыт, стало с внедрением системы ВАР спокойнее, увереннее. Потому что, ну уж если вдруг, реально каждый из нас не хочет ошибаться изначально, и у нас такая негласная поговорка есть, лучший ВАР, лучшая система ВАР, которая не вмешивается никуда. Значит, судья отработал так качественно, что система ВАР не понадобилась. Но если вдруг какой-то эпизод случается, и благодаря системе ВАР решение в итоге получается правильным, справедливым, все будут только от этого рады. Рады!